всем привет сегодня у нас 2 декабря 2019 года мы с вами находимся на строительство шулявского путепровода сегодня у нас такой совсем маленький обзорчик будет микро обзор потому что принципиально ничего не поменялось здесь там чуть-чуть там чуть-чуть там чуть-чуть изменения из области того что я вам уже все показывал поэтому смотрим что у нас на шулявском путепроводе не забываем подписываться наш телеграм-канал нашу страницу facebook вступать нашу группу facebook смотрим так на шулявке я в принципе проездом поскольку меня уже сориентировали что сегодня ничего принципиального здесь не происходит но я решил вам показать днем то что я вам показывал ночью потому что я знаю что у меня есть любители дневных съемок и так мы видим что все тележки мамонтовские они как стояли на 30 число так и стоят и я объясняю причину такого неподобства на самом деле ждут какую-то машину из голландии который где-то застряла на таможне она должна была приехать чуть ли не в пятницу или на выходных но и до сих пор нет но есть надежда что возможно завтра она будет если она приедет то какое тут оборудование важное которое надо для этого переезда она будет установлена но меня так сориентировали что если допустим завтра приезжает оборудование то завтра идет его монтаж подъем возможно это будет завтра послезавтра и тогда где-то середина недели переезд но еще нету окончательных информации числи потому что как видим вот такие вот непредвиденные обстоятельства существует но в общем то все готово уже из того что имеется на сегодняшний день на площадку также я узнал по поводу конфигурации тележек еще одну мелочь я вам показывал прошлый раз эту тележку и говорю что я вижу не хватает одной головы там где двигатель находится насосная станция но мне пояснили что на самом деле в принципе вот эта голова она предназначена для или для длинной тележки или она может обслуживать сдвоенную тележку поэтому будут просто две тележки соединенные голова будет как бы между ними условно но как мне объяснили одна голова будет обслуживать две тележки по поводу того почему у тех двух тележек которые уже спарены две головы опять же мне сказали что это пока временно потом одна лишняя в кавычках снимется вот такая вот мелочь интересно что будет четыре тележки две сдвоенных и две головы по одной на каждую пару на самом пролете ничего не происходит потому что пролет уже полностью готов к переезду и в общем то на нем ничего планироваться делать не будет ближайшее время пока он не переедет не станет на свое место а вот в качестве подготовки непосредственно к переезду мы видим что периодически появляются приставные лестницы возле стоек там подправляются временные опоры песочницы и также мы видим потихонечку выстраивают уже такие леса из туры из тур из туров для того чтобы вот обслуживать место будущего стыка пролетов 2 а под пролетом у нас экскаватор уже готовит ограждение для площадки которая уже будет я думаю что до времени открытия моста может быть может там вы может быть если кто проезжал видели там были пустые места загорожены временными барьер щеками и сейчас здесь все так капитально ставятся уже блоки но вот это расширение которое мы видим которое раньше было из-за того что была центральная стойка моста вот она захвачена частью и частично откусывается кусок полосы но это необходимо для монтажных работ для того чтобы можно было все быстро делать мы видим что снимают большой рекламный баннер с большевика и меня уже люди успели поспрашивать комментариях не является ли это признаком того что будет разбираться большевик ну пока я ничего не могу в этом сказать я не знаю каким признаком от является возможно просто меняют один баннер на другой потому что если начнется разборка большевика то я думаю что один из первых об этом узнал и вам об этом сообщу и покажу все далее мы продолжаем наш репортаж уже с приставной лестницы на нулевой опоре видим еще больше поднялся уровень даже уже какие-то метки появились метр семьдесят пять еще что-то еще что-то какие-то общем метки появились судя по всему послойно как они ребята вот которые здесь эти занимаются планируют все это засыпать и трамбовать и мы видим продолжается работа доблестных пожарных по проливке всей этой засыпки сейчас техника стоит ждет пока прольют очередной участок после этого пойдет далее работа а где-то тут под ригелем опорным мы видим идет работа мы даже трудно понять чем там работают или прыгающим вибратором или же виброплитой чем-то уплотняют а под самым под самым краем по моим оценкам где-то со времени нашего прошлого ночного репортажа на метр возможно поднялся уровень может быть чуть больше потому что мы видим что уже вот там вот скрылся под землей под грунтом точнее стык между двумя ярусами подпорной стенки где постоянно постоянно с новых машин натягивают сюда грунт я так понимаю что сюда не заезжают самосвалы они высыпают его там в начале площадки и потом мощные бульдозеры его сдвигают послойно сюда и сейчас на старом заезде мы вновь наблюдаем пожарную машину которая свой бак опорожняет уже можно даже оценить насколько близко теперь к уровню верха заезда приблизилась забутовка все новая все новая земля появляется машины завозят ее как я уже говорил практически без передышек без остановок так бы кто не пытался смеяться над такими инструментами но мы должны понимать по технологии что сюда не заедет вибратор большой и для того чтобы нигде под стенкой ничего не проваливалось в перспективе надо только делать вот такими ручными инструментами поэтому тут ничего смешного абсолютно нету работа достойное уважение ввиду своей важности и нужности и это и и Отсюда мы уже можем разглядеть, чем там трамбует рабочий под шкафной стеной. Это уже всех порадовавший так лягушачий вибратор или вибратор-нога, как мне еще такое, вибра-нога. Мы перебрались на другую сторону проспекта, на старом съезде на Святошин. Видим, идут тоже забутолочные работы виброплитами уже знакомыми нам. Трамбует песочек свежий под новой стенкой. Видим, что уже залита захватка внутренней подпорной стены. И дальше ребята крутят новую опалубку. Везде каркас там готов, осталось только поставить опалубку и залить. И видим, что здесь, судя по всему, этой подпорной стенки не было как таковой. Тут какие-то небольшие фрагменты, только битые лежат. Откопана, наверное, будет дальше она продолжаться, для того, чтобы соединиться потом с уже свежей подпорной стеной, которая от опоры последняя, от шестой идет. Под пролетом 4.5.6 активно работает техника, продолжают копать канализацию. Я даже не знаю, какая здесь концепция, потому что с одной стороны вроде как проходчики, с другой стороны открытым способом что-то раскапывают. Трудно сказать цель всех этих работ. Точнее, цель переложить канализацию. Но как они это будут делать, пока я ничего не могу прокомментировать. Видимо, там что-то закопано, раскопано. Пока все очень сложно. За шестой опорой видим, потихоньку выбирают песок, который здесь был свален временно. И видим, куда-то краном перемещать готовятся части сборной подпорной стенки. Сейчас мы узнаем, куда именно. Пока я не вижу, куда бы они могли перемещаться. Ага, похоже, что-то их привезли просто с грузовика. Перегрузили новые. Да, все правильно. Вот сам грузовик, который привез нам новые части сборного железобетона. Мы видим, что с завода Ковальска их возят. Ну, по крайней мере, грузовик их. И, наконец, мы видим, что поставлена опалубка на очередной захватке. Подпорной стенки. Ну, пока вроде бы как она не залита, но я не могу быть в этом уверен. Может быть, уже залили, просто еще не поставили тепляк. Судя по тому, что сейчас идет герметизация швов, все-таки еще не заливали ее. Это как-то сразу не обратило внимание. Сейчас присмотрелся. Да, герметизирует швы, подбивает клинышки. Так что, наверное, сегодня-завтра будет заливать. И очередная часть снимается с машины и переносится на место складирования. Ну, что ж, на этом я заканчиваю наш микрообзор. Благодарю вас за внимание, за ваш интерес к моему каналу, к стройкам Киева. Если вдруг еще не подписаны, подписывайтесь. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Кто уже подписан, я благодарю за подписки, за ваши лайки, комментарии, за вашу активность в соцсетях, в Ютубе, в Фейсбуке и везде, где мы представлены. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, на нашу страницу в Фейсбук, вступать в нашу группу в Фейсбук. Там вы можете посмотреть дополнительные материалы к моим роликам, а также поделиться в группе своими репортажами, видео, фото, всем интересным постройкам, что вы видите вокруг себя. По Киеву, по другим населенным пунктам Украины, где вы живете. Благодарю вас за ваши донаты. Благодаря им существует наш канал. У нас, к сожалению, пока нету спонсора, поэтому все, что я делаю, я делаю исключительно за ваши благотворительные пожертвования. Поэтому вам большое спасибо за то, что помогаете мне заниматься этой работой. Я надеюсь, что я вас тоже радую своей работой. Всем спасибо, мира, добра, счастья, до новых встреч, до новых обзоров. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok